В Челябинске реконструировали парк имени Терешкова. А что это значит? Что места для селфи и, конечно же, прогулок с внуками стало намного больше. Обновленный участок, кстати, на прошлой неделе посетила временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова. Наша программа тоже решила оценить благоустроенный парк, и наш корреспондент Алена Павлова сейчас там, и она на прямой связи с нами. Аленочка, доброе утро! Расскажи, пожалуйста, как тебе обновленный парк, и скажи, все ли работы уже завершены? Доброе утро, студия! С удовольствием поделюсь с вами эмоциями по поводу этого парка. Но скажу, что еще, наверное, полгода назад он был в полуразрушенном состоянии. Ну что говорить о прошлом, давайте о будущем. Что приковывает внимание на данный момент, так это в центре вот такой новый фонтан, который называют пешеходным. А все потому, что к нему может подойти любой желающий, нет никаких ограждений. Продемонстрировать сейчас работу фонтана я не могу, так как ведутся строительные работы. Но уже скажу, что следующим летом наверняка здесь будет очень много людей. Процесс, собственно говоря, очень простой. Можно подойти, чтобы понаслаждаться, так сказать, водными процедурами, встать на решетку. И вот будет бить струя воды прямо из-под ног. Я думаю, будут очень веселые, забавные фотографии. Поэтому обязательно не пропустите и приходите сюда этим летом. Но также стоит сказать, что на данный момент здесь ведутся строительные работы. Уже сделано видеонаблюдение. И, как вы можете видеть, на заднем фоне находится скульптура Валентины Терешковой. В честь кого и назван этот парк. Здесь также есть скульптура «Белкие стрелки». Но радостно то, что здесь еще работы будут вестись. И более подробно об этом мы поговорим с нашим гостем. Рядом со мной находится глава тракторозаводского района. Это Галина Андреевна. Здравствуйте. Ну вот еще расскажите, вот почему было решение сделать такой фонтан. И вписывается ли он в общую концепцию парка? Я полагаю, что, безусловно, фонтан вписывается в концепцию парка. Ибо концепция определена как космическая. Поскольку это детский парк имени Терешковой Валентины Владимировны. И вот здесь вы видите такая инсталляция металлическая на нашем пешеходном фонтане в форме взлетающей ракеты. Ну и я думаю, что в любом случае это вызовет интерес. Поскольку вот такой первый пешеходный фонтан в городе Челябинске будет сооружен. И он именно в парке Терешковой. Галина Андреевна, ну и, конечно, о планах на будущее. Потому что здесь будет очень много всего интересного. Вот поподробнее об этом. Да, здесь на самом деле есть несколько таких интересных мест, где можно будет отдохнуть. Но первое, конечно, это входная группа. В ближайшее время, ну где-то, я думаю, неделька или две, входная группа будет закончена. Она будет обшита гранитом. Там будут светящиеся буквы, что это детский парк имени Терешковой. Далее у нас есть зона амфитеатра. Там, где будут проходить различные мероприятия. Различные концертные программы организованы. Ну тоже практически на завершающей стадии строительства вот этого вот амфитеатра. Следующая интересная зона – это зона интерактивной библиотеки, где она будет оснащена зоной Wi-Fi. И тоже, в принципе, в достаточно такой активной стадии строительства находится. Значит, кроме того, здесь с прошлого года уже созданы детские площадки, игровые для разновозрастных категорий детей. Эти площадки работают, пользуются, безусловно, спросом у населения. Поэтому сад планет, вы видите, вот немножечко здесь вот правее, где находится лавочка для фотографирования. Ну не совсем это, это, скажем так, образ женщины-космонавта. Ну многие называют имени Терешковой или просто лавочка Терешковой. Поэтому сад планет еще до конца не закончен. У нас в работе планета Солнце, самая огромная такая. Поэтому я думаю, что тоже в течение ближайших двух недель работа по саду планет будет закончена. Но в целом же, я думаю, что этот парк еще будет, будут здесь установлены топиарные фигуры в форме земного шара. В общем, все будет приближено к космической тематике. Ну и, конечно, с огромным уважением мы относимся к истории этого парка. И вот здесь вы видите на входе бюст Рашутина. Это, собственно говоря, тот человек, благодаря которому во многом и директору завода ЧТЗ был создан этот парк. И создан он был в 1945 году. Казалось бы, вот победа только состоялась, да. Страна была обескровлена войной. Но вот пришли сюда руководители завода ЧТЗ и сказали, здесь парку быть. И на самом деле парк здесь был организован. И вот сегодня, после 20 лет, по сути дела, парк не функционировал. Он был в таком достаточно заброшенном состоянии. Мы его возрождаем. Спасибо вам большое за столь ранний визит, что, так сказать, согласились с нами побеседовать. Ну а я напомню, что работы здесь планируют закончить до конца ноября, поэтому ждем. Ну а я передаю слово студии. Аня, Дима, продолжайте заряжать всех позитивом. Алло, спасибо тебе большое за это включение. А вам, дорогие зрители, мы советуем скорее отправиться на прогулку в обновленный парк. Делайте там фото со своими близкими или просто селфи. В общем, развлекайтесь.